Воспитание 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 Это свидетельство о высокой ответственности и подлинном настоящем гражданском воспитании возмуж Monsta Надо восстанавливать все, что было порушено, в противном случае такие факты становятся неизбежностью Мы сейчас с вами наблюдаем, как завершается референдум на Донбассе и Новороссий С удовольствием завтра поддержим, проголосуем за возвращение их на родину. Они возвращаются на свою родину, в любимую Россию, своим языком, своими представлениями, своей культурой, традицией. Я очень хочу, чтобы это решение было не просто поддержано, оно должно быть соответствующим образом обеспечено. И не только дополнительной мобилизацией, военно-политическими мерами, но и очень надежным тылом и дружной поддержкой. Наша партия и левопатриотические силы с первого дня настаивали на признании Донецкой и Луганской республик. С первого дня направляли туда конвои, мы уже отправили 101 конвой, мы сейчас завершаем формирование 102. С первого дня принимали детей, начиная от прифронтовой полосы, кончая глубинными районами. 12 с лишним тысяч детей сейчас в Доме отдыха, в Снегире, в Президентском Доме отдыха отдыхает большая партия, лечится, учится. Она готовится жить в новых условиях, условиях дружбы и братства и взаимного жить. С первого дня мы твердили о том, что нацист, фашист и бендеровщин – это самое большое зло, которое было на планете, и надо его задушить в зародыше, а не позволяя распространяться как к большому пожару. Ибо Сорос и вся эта свора писала учебники, начиная со второго класса, где прививалась ненависть всему русскому, советскому народу. Мы призывали нашу власть и президента восстать против сноса памятников. Некоторые похихиковали, когда сносили памятник у Ленина, потом стали сносить памятники всем государям, потом деятелям культуры. И добрались до полководца Жукова и Ватутина, которые освобождали Украину. Ведь она вся была под пятой гитлеровского фашизма. Только для того, чтобы провести Донецкую операцию, освободить. Была сформирована Красная Армия более 1 миллиона человек и десятки тысяч самолетов, танков и орудий. Более 1 миллиона для одной операции. А Днепровско-Карпатская операция уже 2 миллиона Красной Армии насчитывала, которая выдавливала, уничтожала всю эту свору нацистов, бандеровцев, всех этих мерзавцев. Я хочу обратиться и к военкоматам, и нашим главным руководителям регионов, республик. Я подробно обсуждал это с Клычковым, талантливым губернатором. Он сказал, ты главный сегодня военком. Проси и через три сита, чтобы никаких глупостей не было. Дети, которые учатся и которые призваны, они должны продолжать готовиться в соответствии с программой. Те, кто изъявил желание, должны получить полное обеспечение, поддержку, оснащение. Те, у кого многодетные и больные, должны пройти немедленно к комиссию медицинскую, получить достойное свидетельство и никаких ошибок. Но и не надо панику поднимать, там пару-тройку. Совершили глупости, орут на весь свет. Не надо орать, надо помогать исправлять ситуацию. Потому что те ребята, которые прикрывают прифронтовую полосу в 1200 километров, требуют помощи и поддержки. Ну и Генштабу и Министру обороны. У вас есть оружие дальнего боя. Сделайте все, чтобы прекратилась доставка тяжелого оружия и снарядов и в зону Донбасса, и в целом на Украину. Для этого у вас есть все необходимое. Нужна политическая воля и военная мудрость. Мы все сделали для того, чтобы свою программу представить в ходе выборной кампании. Президиум ЦК подтвердил свою точку зрения. Сейчас ее изложено, она опубликована в газете «Правда и Советская Россия». Вот подробно, в том числе и материал, мое обращение, если дорог, к тебе твой дом. Сейчас Афонин и Новиков вам представят эти материалы. Пожалуйста, Юрий Вячеславович. Уважаемые товарищи, вчера было опубликовано заявление Президиума ЦК нашей партии по итогам единого дня голосования «Защитим право народа на свободные и честные выборы без насилия и произвола». Это наш анализ и наша позиция по прошедшей избирательной кампании. Мы прекрасно понимали, что нынешний единый день голосования проходил в условиях не просто без прецедентных санкций, которые были наложены на нашу страну, но фактически на войну коллективного Запада, используя ресурсы Украины против Российской Федерации. Вы знаете, что наша фракция инициировала признание Донецких и Луганских народных республик и поддержала проведение спецоперации по освобождению Донбасса и регионов Украины от нацистских преступников. Мы считали и считаем, что в ходе любой избирательной кампании в первую очередь необходимо обсудить вопросы развития страны, и мы предложили свою программу «20 неотложных мер по преображению России», мы предложили отраслевые программы, которые были внесены в Государственную Думу, и самое главное, мы шли во всех регионах, где проходили выборы, со своими программами развития конкретных регионов и муниципалитетов. Мы надеялись на содержательную дискуссию в средствах массовой информации, однако, к сожалению, власть и Единая Россия вместо предметного разговора свела эти выборы к совершенно техническим манипуляциям и выдавлению нужного результата. Наша партия столкнулась с серьезным давлением на партийный актив, снятие наших кандидатов, выдвижение партий спойлеров и однофамильцев. Мы увидели, что во многом результат на выборах решало не реальное голосование людей, а вопросы, связанные с трехдневным голосованием, недопустимое дистанционное голосование, надомное голосование. Ну и одна из главных проблем – это то, что власть все больше и больше уходит от выдвижения и избрания депутатов по партийным спискам, что фактически разрушает партийную систему. Несмотря на все эти ухищрения власти, наша партия отмобилизованно провела эту избирательную кампанию. Мы закрепили позицию главной оппозиционной силы, у которой есть и программа, и команда, и есть идеология, потому что без левого поворота, без социализма наша страна в нынешних условиях не может развиваться. Мы считаем, что в ряде регионов были грязнейшие избирательные кампании, поэтому президиум Центрального комитета партии не признал итоги выборов в городе Омске. В Горсовет не признал итоги выборов в законодательное собрание Краснодарского края. Мы отвергаем систему дистанционного голосования, которая применялась в Москве и в других регионах, и по целому ряду районов есть серьезные нарушения, которые не позволяют признать эти выборы. Считаем, что исправлять эту ситуацию необходимо в том числе и принятием ключевых законов, которые демократизируют избирательный процесс. Фракция КПРФ внесла избирательный кодекс Российской Федерации. В этом кодексе отражены все наши предложения, которые позволят сделать выборы честными, прозрачными. Это очень важно в преддверии выборов президента Российской Федерации. Ну и, конечно, в заявлении мы настаиваем на встрече руководителей фракций, партии с президентом Российской Федерации, чтобы обсудить вопросы в том числе и развития избирательного законодательства и обеспечения честных прозрачных выборов в Российской Федерации. Такого рода грязные выборы, которые были в Краснодарском крае Омске, они не способствуют никакой консолидации. Спрослана и уголовщина, и мы настаиваем, чтобы была создана комиссия при ЦИКе и рассмотрены все эти грязные явления. И я уверен, что президент соберет всех нас, и мы обсудим, потому что консолидация общества возможна на продуктивной, конструктивной программе. К такой программе мы и идем в Государственную Думу и сейчас готовим для рассмотрения, при обсуждении нашего нового бюджета. Что касается обращений непосредственно граждан, Новико Дмитриевич Юрьевич. Уважаемые коллеги, эта неделя работы Государственной Думы будет очень насыщенной. Российскому парламенту предстоит откликнуться на волю четырех регионов, жителей четырех регионов Новороссии, которые завершают свой многодневный референдум, и та явка, которая сегодня уже известна, она показывает, какова гражданская активность населения этих мест, этих территорий. Ради чего они идут на избирательные участки, на участки для голосования под пулями и снарядами? Конечно, они идут для того, чтобы обеспечить безопасность свою и своих семей, но не только. Они идут голосовать для того, чтобы отстоять свое право говорить на русском языке. А русский язык – это не просто возможность объясниться где-нибудь в торговом центре или на рынке. Русский язык – носитель огромной, великой культуры. Это язык Пушкина и Маяковского, это язык Толстого и Шолохова, это язык великих писателей, ученых, поэтов, конструкторов, людей, создававших выдающуюся цивилизацию. Вот ради этого, ради возможности свободно приобщаться к этим культурным ценностям, люди идут и высказывают свое мнение, идут и высказывают свою позицию, вопреки обстрелам тех нацистов, от которых они и хотят освободиться, освободить свою жизнь. Этому и посвящено заявление, обращение Геннадия Андреевича Зюганова, с которым он выступил в конце минувшей недели под названием «Если дорог, тебе твой дом». Когда люди станут частью общего социального, экономического, культурного пространства России, они будут вправе спросить, а туда ли они вернулись. И по-настоящему ли здесь мы эти 30 лет хранили свои культурные ценности? Кто внимательно следил за ситуацией на Украине, мог убедиться, как эта новоявленная бандеровская власть взяла все советское, например, песенное наследие, а сохранила мелодику, но написала новые слова совершенно античеловеческого, антирусского, антисоветского содержания и продолжала их исполнять. В это же самое время лучшие сцены Москвы и других российских городов заполнили безголосые певцы, которые исполняли примитивные песни под примитивные музыкальные форматы. И вот сегодня вопрос стоит о том, что победа наших ребят, которые сражаются с нацизмом на Украине, будет полноценной, полновесной, настоящей в том случае, если мы, отвоевывая право наших сограждан жить в одной большой общей родине, сможем защитить наши культурные ценности. Об этом заявление под названием «Если дорог тебе твой дом, просим обратить на него самое пристальное внимание». Мы в соответствии с выводами и содержанием этого документа планируем выстраивать свою, в том числе, законотворческую работу, касающуюся образовательной политики, информационной политики, политики в области культуры. Только что перед нами выступил министр экономики Решетников. Мы предложили свою программу, программу победы, бюджет развития 35-40 триллионов, целый пакет законов, который позволяет сосредоточить ресурсы для развития всех отраслей экономики, нашу интересную программу новой индустриализации, новейшей технологии и новой целина. Я хотел, чтобы он завтра выступая, отчитываясь перед Думой, тем более завтра обещают внести бюджет, ответил нам на эти конкретные вопросы. В целом фракция задала и подала ему 41 вопрос. У них есть еще возможность подробно и обстоятельно ответить на все эти вопросы. Нам нужен бюджет реального развития. Тыл должен быть крепким и обеспеченным. Тогда будут победы на любых фронтах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова